Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тоже кольцо Да я бы даже сказала, что его вырвали с мясом Сложно так снять кольцо Ее душили Да, ее связывали Стоп У нее оборубаны ногти В смысле, если вообще это имеет значение Обычно это означает, что жертва сражалась И следы укуса Нет, ты там посмотри, там еще следы укуса на руке Ладно, не важно Если у жертвы сломаны ногти Если они изначально не были сломаны Значит, она пыталась как-то освободиться Нет, мне бы еще что-нибудь посмотреть Ладно, давай лицо Да блин Ну и понятно, что ее душили Скорее всего Скорее всего, кольцо взяли с часами как трофей Вообще, это довольно рваная рана На шее Как будто она Ее Поворачивали Ткань Ладно У нас тоже сумочка Там тоже будет помада Кому-то она ее насолила Деньги, кстати, они не взяли Значит, все же это был Как его называют? Господи, Сувенир Сместо убийства Не похоже Можете jusquать кроватю Ляu just Боже . господи что ж такой тупенький то блять блять серьезно маной на парень где бил но в том плане что он же должен был видеть множество ссор да бывают уродливые штуки типа проломанные головы сломанные кости рук избиение но редко когда жертву прямо топчут срывают с нее драгоценности чтобы где-то сохранить это очень странно обычно этим не запариваются и тем более не вывозят в парк блин особенно зная что в общем-то ты будешь следующим подозреваемым но обычно все это делается в состоянии эффекта афекта смысле эффект а здесь явно кто-то пытался ее просто планомерно убить и исковечить как у него размеры ноги давайте я смотрю мне кажется если это был мужчин то он небольшой был ну по крайней мере или они просто для красочности добавили следы укусов так ну поехали угадать трех раз ладно ладно ну ты сволочь это наша машина я забыл как наш машина выглядит блин я по знаку думал что это та она ну конечно да у нее были фишки Да, я просто беру чужую машину. Кому это волнует? Мужчина. Так, это не похоже на мужчину. Ну, или он очень длинный волос. А, это дочь. Ну, поехали. Не кури перед ребенком, старый ты пхер. Ладно, верните мне моего этого, забыл как его звали. Быковский, пожалуйста. Он был приятнее. Вау, стакан. Очень важная улика. Пить теньки. Еда. То есть, я как понимаю, нас отец готовит ужин? Это ты так думаешь. А вот на что за коронавирус и лимону подорожают? Храни. Тебе покажется, что они пока бесполезны абсолютно. Так, ну и какой у нас размер ноги? Восьмерка. Сорок первый. Ну, хотя бы у нас есть размер обуви, уже неплохо. Кольцо отсутствует. Значит, оно было на нем. На ней. На нем. Лол. Хотя, может быть, он считает дива. Элген Рист-Ватч. Наверное, один снять от ее тела. Угу. Но он их домой не принес. Он мог разве что заложить их в ломбард. Опять же. Был ли в этом хоть какой-либо смысл? Деньги. Но обычно их бывает тогда менее жестоко. И плюс девочка должна знать о насилии. Скрипка. Или я могла что-нибудь с ней сделать. Просто обычно он что-нибудь говорит, типа это бесполезный хлам. Нет. Так, это мы все уже смотрели. Остается только пообщаться, видимо, с девочкой. Деньги тоже не особо большой. Ладно, поехали. Я могу как-нибудь помягче сказать. Я бы сначала... А че она улыбается? А господи мама умерла. Как хорошо. Она не разрешила мне здесь после шести. Так, давай поговорим, когда ты их в последний раз видела. М-м-м-м-м. М-м-м. Ну это явно не правда. Но при детей нечего, поэтому давайте сомнения попробуем. На самом деле мне очень сильно помогло бы время убийства, но это нужен патологоанатом, точнее судебный медэксперт. Так, а что с пропавшими? Виделушечками? Она очень расстроена. Мы только что ей сказали, что ее мама умерла, поэтому она особо не отводит взгляд. Ну или она заложила эту ломбарь сама. Ладно, я поверю тебе. Опять с рубином. Прошлое кольцо тоже было с рубином. Мне что мы не того посадили? Или рубины тогда были просто популярны, это я не знаю. Нет. Она больше злится. Но определить мне опять же нечего и поэтому я просто буду сомневаться. Дебил. Выбись, откупился. А, ну мы не видели брошь бабочку, потому что она была голой. А вот и папа, да? Да. Да, можно. Так, подожди. Так. Ой-ой-ой. Привет, Эскарик. Так. Начнем, наверное, с первого следа на месте преступления. Да ну. Я ж только что носила твою обувь. Она была сорок первого. То есть эйд. Ай-яй-яй. А че мы сразу врём? Потому что, скорее всего, игру я остановила посреди диалога и ей это очень сильно не понравилось. Вам обувь рабочая не жмёт? У нас теперь член измеряется в ступнях. Чего? А, подожди. Опять ты нервничаешь на лицо. А ещё мне, по-моему... Вот. Так, дружок, а чем у нас так всё плохо с тобой началось? Почему ты постоянно мне пиздишь? Я, честно, думаю, что это не ты, но... Ну, или твоя дочь врёт. Тут одно из двух, знаешь ли. Ой, люблю такие моменты с ложью, когда я понимаю, какая вот улика к чему ведёт. Вот это уже подозрительно. Так, ты заявилась на войне, да? Ну, он явно неспокоен. Он что-то не договаривает нам, мне это кажется, по крайней мере. Он явно нервничает, заглатывает. У меня, по-моему, нет никаких улик против него. Ладно, я сомневаюсь. Мой невротичный дружок. Какой человек. Он всё-нервничает. Вы, по-моему, не знаете, ничего. Какого-то представлено? Согласно выводить мою семью? Угу. Блин, чувак, я думал, что это не ты, но ты прям... Да. Купленная брошь-бабочка. И вот ты её в первый раз ударил. Ну что, что так? Ты меня подводишь, Хьюго. Ну, я их, конечно, преувеличиваю. Ну, по крайней мере, дочь не это рассказывала. Ну, тратить тоже деньги, это хуёво, не зная меры. Нет, рано. Ты убил мою мать! Дорога в следующий раз, Мулер, поэтому я вам покажу вам. Не дайте мне меня менять, и не дайте мне меня искать тебя. Ты должен вернуться в иди сюда и бить его. Один, мы должны брать его алиби, проверить телефон records, канвас его близко. Один, мы имеем мотивы о том, что это может быть для половины в Л.А. Один, мы не имеем в виду тайны в кримске. О, болтливая соседка. Это нам на руку. Давай пообщаемся. Ммм, в печь. Затканись. Что? О, божечка, он что, убежать попытается? А, он сжигает. Да твою ж мать! Ау! Да что ж, с вами всегда. Я научилась сбивать противника с ног, не стреляя. И что это за херня была? Зачем ты сжигаешь свою обувь? Ах ты, мудак. С кровью. Мммм. Повезло, девочки. Но мне кажется, все равно не он убийца. Как-то все слишком... Ладно, что ли. И опять же... Следы на ее теле были слишком странными для... Просто драки. Спасибо, сери. Чем ты меня машешь? Женщина. Ты не пугаешь. Так, это моя машина. Скажи, что это моя машина. Короче, моя, не моя, не важно. Будет моя, значит. Тоже мне буду я выбирать. Чья это машина. Ладно, отлично, хотя бы за девочкой заедут. Так, дай-ка я сюда съезжу. Хотя, на самом деле, мне кажется, ближе. Ну, буду выполнять потихонечку обсайды между заданиями. Как-нибудь так. Они обычно коротенькие, блин, маленькие перестрелочки. Почему бы, блин, и нет. Там. В смысле не поворачивай здесь? Иди в жопу. Нет. Бывают разные убийства, но это не похоже на убийство... Ну, не похоже, блядь. Аж бесит. Если это будет убийство мужчины... Муж, это будет прям печалька. Да-да-да, я как раз заеду. О-о-о, экстренная ситуация. Ну-ка. Задержать педофила? Неплохо. Я знаю, чего не хватало этому времени. Нормального рока. Неудачное грабление. Так, ладно. Что за херня? Так, ну в смысле? Куда вы побежали? Солнышки. Вы стрелять-то в меня будете? А-а-а, они в мисс прям. Ммм. Очень лайтовенькое. Мне нужно что-нибудь позлее. Я тут начну ли буду перестрелками заниматься? Молодые люди, остановитесь. Еще ниже? Да возьмите... Куда? Куда вы меня тащите? В метро. Окей. Знаете, я тут буду как бессмертно идти. Так, ну это было не похоже на педофилов. Ну, как бы староват мужичок-то на заправке. Все окей. Немножко мертвые люди. Это норма в мою смену. Так. Божечки-божечки, какой же большой город для такой старой игры. Так. Я где-то должна была задержать педофила? Пожалуйста, так. Начнем с школы, я думаю, потом завернем в морг. Так, дружок. Будь хорошим мальчиком и вези меня. М-м-м. Меня начали узнавать. Да я крут. А, вот наш педофил. Да что ж такое-то, господи, бля. Пирке. Почему я столько бегаю? Встать. Пупсик. Не убегай. Ты любишь молоденьких, я постарше. Ты в моем вкусе. Господи, вы охерели тут, видите, преследование идет. Ладно, мне не совсем заметно, что я полицай и хороший парень, но все же. Зато у меня стильные шляпы. И да, ее мне пока еще не отняли. А то мне часто ее отстреливают, как бы это ни звучало. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- Так, и нам в центральный морг, на самом деле. Но он любит помоложе. Явно. Брошка. Золотая бабочка. Да, ты в жопе, Лай. Чё ты это... На двадцаточку лет постарше, чем любишь, замахнулся. Мне кажется, он просто её спиздил. Жертва была голая, так-то. Сейчас ночи. Тебе он просто не нравится. Но мне он тоже не нравится, поэтому я буду тебя слушать. Я самый превзятый коп в этом мире. Опаньки! А вот и верёвка, который... Платье жертвы. Видимо, на котором была брошка. А может, ему и заплатили. Я не видела на ней следы монтировки, честно говоря. Я видела рваные раны, но рваные раны скорее нож. Но они были острые, не тупые. А верёвка, да, похожа над плетением. И если ей прям это... Заворачивали. Потому что у неё были ожоги. Механические. Вот она какова. Редлекс. У нас тут более интересные дела пошли. Про убийство. Сири. I need your help. Блин, надо в мороз заскочить. Обязательно. Ну, раньше такие убийства были не как убийства. Здесь бандяки. О, я ж теперь хомосайд. Отдели. Так, я там всё нашла, интересно? Ну, конечно, и лай в жопе. Это же его машина была. Может, здесь это ещё что-то есть? Так, красавчик, расскажи. А я могу? Я уже всё... Я уже всё осмотрела. Не благодари. Я слишком хороша для вас. Ладно, поехали в морг. Ну, я как полагаю, мне скажут, что орудие убийства это верёвка. Вы ничего не видели. Молодой человек. Как бежали, так бегите. Они все остались живы. Ты куда ж ты поворачиваешь? Да ну и хрен с вами. Знаете что? Знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Вот. Вот. А не видите, коп едет, мать вашу. Кстати, я забыл напарника, лол. Ну и неважно. А я тут думаю, где мои любимые фразочки и пар... А, ты у нас убьёшь? Это будет счастье, если мы доедем до места назначения. Да что ж вы любите выползать из автомобиля-то? Дебилушки. Понимите, что я неуравновешенный. Я бы к такому не вылезла. Мой коллега, наверное, в восторге. Если что, я скажу, что эту машину украли. Что это всё не я. Так, а где дальше что ли? Чпоник. Я надеюсь, он не в обиде. Давайте будем... Сколько я думала, что я уже нанесла урону городу? Три тысячи четыре? Восемь. Так. Ну, может, мы скоро откроем убийство? Лерой Дженкинс! Я доехала. Им стало столько за меня стыдно, что они включили кат-цену. У меня было лень искать выходные пути. Так, где мой дорогой доктор? Привет. Вообще, чем больше, тем лучше. Угу. Нет. Сейчас подумаю. Это точно не средняя верёвка. Вот эта больше похожа. Любопытно. Но, на мой взгляд, она идеально подходит. Одну только могла вызвать такие ожоги. А почему не сразу? А повреждений? Хотя в прошлом он сказал про повреждения, в принципе, я думаю, он бы в этот раз не умолчал. Можно мне на него посмотреть? Ага, сердце взвесил. Так, нам нужен моряк-священник. Мы не будем мелочиться, мы будем искать по всем наводкам. Дорогой, ты не хочешь везти в Мишину? Верение полиции? Куда нам ещё ехать-то? О, блин. Вон ещё одно место преступления. Надо будет потом заехать. Почему я не могу его отправлять на эти места преступления? Было бы удобно. О, нет! По-моему, он только что был в конце. Рыбные консервы. Ты пиздишь рыбные консервы? Серьёзно? Чё, вы мне кулаками пойдёте сейчас бить? Да ну нахер! О, господи. Чего вы такие нахер-нахера отчаянные? У меня больше нет шапочки. О, я не успела поднять шляпу. о божечки нет конечно конечно поехали и у нее я мог все они побыстрее этим ferrari ой это не та машина пардонте и машины было мне нужен красный грузовик он тоже был горзовикового горзовика охренеть ты шустрый а что мы с тобой два дня ТВОЮ МАЧЬ НОН ДАУ ну что они сделаешь ради рыбных консервов что такая человеческая жизнь то твою мать это называется сцепление ребят серьезно серьезно это вот как бы по моему за эту погоню за рыбными консервами я убила что надеюсь это были очень вкусные рыбные консервы и они стоили всех человеческих жертв что-то миссия становится мега разрушительной раньше все было не так плохо на мой взгляд там 300 долларов 200 урона городу 61 42 33 43 34 144 Почему? Почему? Ухахахах На самом деле, по-моему, патологонатом нормальные, клёвые люди Судебные медэксперты тоже нормик Они, конечно, немножко нерановатые из-за некоторых видов убийств Но, по-моему, следаки более чокнутые Так, молодой человек нас ждут Ну, давайте сначала поговорим с Хьюго Наверно Я забыла, в каком Хьюго Попробуй, подожди Так, напомни мне Ну ладно, не важно, значит пойдем сюда О, нет, извините А, нет, это ты! Все правильно Это было бы очень странно Вау, вот это доказательство Да, кстати, Ржин не особо показывает что-либо Охуетительная логика Скажем так, голос его звучал гораздо спокойнее, чем обычно Но, на самом деле, я воспользуюсь интуицией Он не лжет У меня не сильно помогло, потому что лжи-то и не было Но он явно нервничает С другой стороны, мы его Я не знаю Мы его прищучили Конечно, он нервничает Ааа, он туповат, я не верю, что он убивал, поэтому Ладно, я поверю тебе Так, у тебя есть доступ к канатам? Любишь ли ты плести узлы? У него больше глаза бегают, чем тогда Когда он говорит правду, настолько сильно в бок не смотрит У меня доказательств нет, поэтому я по сравнению Ну да, там был канат еще уже Ай-яй-яй Ровно тот канат, который использовали для убийства Но он бы этого не сказал, если бы Если бы, если бы Если бы это был он Охуительный опять Ну-ка, сделай-ка я еще раз Ну-ка, сделай-ка я еще раз Это ложь, потому что у меня, по-моему Есть его рабочий комбинезон Да, Хьюго Миллер Ай-яй-яй Тогда у вас очень странное место для лаундерей Тоже кролика кровь? Тоже кролика кровь? Тут точно ворит Блин Дружок Окровавленная монтировка, дружок Ну тут супенький совсем Вот после этого кажется, что-то у него он слишком тупой Нет, я закончу вопрос и поговорю еще с нашим педофилом Ай-яй-яй Блин Ну игра прям настолько явно намекает Типа Мне очень не хочется этого делать Чисто из-за Вредности И зачем я сюда вошла? Так, а где второй Инстигейшн Рум? Дорогу Я не знаю А, здесь снимочки делают Я забыла Повторю, мужчина Где вы хороните педофила? Как бы... Нет, мы, конечно, можем дискуссовать Эксплейта Вот, интервью Рум 1, сюда Интервью Рум, сюда Вот она, вот И что? Может мы его засладим? Да я сама хочу его допросить Я сама хочу его допросить Так, давай-ка место работы Ты не выгляжешь спокойным? Слишком много смотришь по сторонам, но определить мне где нечего Давай, в колесе Тааконьки Чудненько Ну, у него такой же комбинезон Что ему нравятся канаты? Я знаю Я знаю Что ему нравятся канаты? Я знаю Он без исчезновения Я не знаю Я выбираю Ну, как бы Вообще-то вообще никакой мимики Он просто смотрит на меня И он сказал правда Отлично Её убили канатом. У тебя была её бабочка. Дебила кусок. Но я не уверена, что... Я понимаю, что ты врёшь. Ну, в смысле, я не знаю, правда. Ага. Я бы нажала на лошадь и указала на бабочку золотую. Ну, значит, я сомневаюсь. Привет, дорога. Добавляю. Ну, я сомневаюсь. честно говоря дожди я хочу еще раз съездить на место преступления там же были следы но мне так и не сказали какого рода не были размера может я не досмотрела может мне это на что-то поведет ну-ка новая перестыла почему они бегут мне под колеса господи мы просилили почку честно говоря это очень сложный выбор вот я все таки присяду я не очень хочу получать у меня ты еще жив давай ай он лучше убежать ах ты сукин сын да что же в семье бегать заставляете ребят не надо так ну что блин у сын болт на минималках там 100 мир я рада что у меня нету например учетности по патронам а почему у меня знаешь ли тут есть еще ну блин по моему офицер выжил это ранение в почку конечно больно стремно но выживабельно теоретически но не говори не скажешь что в нем веса больше чем во мне я бы что он просто репортировался он использует магию не хоквартса не признается мне так давайте мы посмотрим место преступление еще раз давай вези меня просто мне очень нужно узнать размер обуви так как минимум я знаю размер обуви нашего да но его надо отпустить за педофилию а не убийство честно говоря у них обоих достаточно улик поэтому мне нужно что-то еще надеюсь труп то не убрали ну смысле нет труп то убрали улика то осталось вот они ты можешь мне сказать какой-то размер обуви на что-нибудь точку твою мать мне просто нужно размер ботинка а еще мне желательно узнать у корнера про то исследовал ли он крой с ботинка действительно это кроличьи или нет я никак не могу это нормально посмотреть да мне что-то бесит честно говоря то есть мне нужно узнать сраный ботинок какой размер был она мне не дает у меня есть что-нибудь пропавшие следы маленьких мужских ботинок маленьких на сколько мне не помогает немножко ничем это мне не помогло прям грустненько верните мне пожалуйста полицейский участок спасибо мне надо при выносить приговор да я честно сомневаюсь я просто разрываюсь да да но мы так и не нашли сережку если бы сережка была в мусорном баке скорее всего у него обоих зеленый халат они элай признался что он любит канаты а муж знал как управляться с канатами за что ее было затаптывать разве что элай любит помоложе я не вижу причину мужа чтобы он ее топтал в грязь считай ну может быть он пытался сделать под подражателя сжигание и улик идет не в его пользу но с другой стороны смысл было подражать маленькие ноги размер ноги у мужа был маленький а с другой стороны тут педофил убийца и придурок сидит в другой комнате просто которая отъехавший он уже не раз имел приводы в полицию ну ребят вы за кого я двигаюсь за хьюго или руни хьюго муж и руни педофил я могу еще раз запросить руни хоть я размеровую руни не могу не могу я тебя без мужа хорошая оговорочка ладно давайте руни тогда отправлять но честно говоря если все таки убил муж то очень хуёво такого отца иметь вот она его расстроит я их будет следующей жертвой блять ну скажем против него есть как минимум одна очень серьезную улика это брошка есть еще одна несостыковочка про кольцо и часы и ему нужны были деньги отцу скорее всего тоже раз она была транжирой но скорее всего не настолько не факт что мы за нее там стили честно говоря я до щепор не совсем уверена но я понимала что полиция больше хотела посадить именно этого товарища всего тысячу изи это поэтому мы это мы 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 это это что мы и Не особо Японцы Я увлечу японцев, корпорал Я увлечу, что мы здесь, чтобы убить их дожди Ты знаешь, почему мы боремся с японцами? Я увлечу, сэр Эти пастарды уничтожили Перл-харбор И почему они уничтожили Перл-харбор? Потому что они любят США и нашу жизнь Они уничтожили США, потому что мы уничтожили их ойл Что бы мы сделать, если в другом стране уничтожили нас газ, чтобы уничтожили наши машины? Как он еще жив остался после таких слов? Смерть шелка во шелках, вау! Ммм, прям жральня Кстати, Америка, убита возле мэрии Опять обнаженный? Да Мы, наверное, были очень рады с ним, сэр Далия в первой строке Фелпс пытается хранить, что он думает, что Мендейс Охо Ну, молодой Фелпс Вы победили, и вы потеряли что-то в полиции Вы счастливы с Мулер-касом? Вы счастливы с Мулер-касом? Я начинаю думать, что я ловлю не мерзавцев, а просто кармлю прокурора пищей Для повышения и пребий Мендес был для меня самым странным делом, потому что мы не черта Мы нашли окровальную одежду, но у нас не было никаких улик основных Ну, в смысле, мотивов У маяков редко бывают мотивы, я согласна, кроме желания доминировать, убивать и насиловать, но как бы Мы все равно страноластенько Это все Мужчина, давайте ты мне довезешь, а? До сайд-квеста Опять мэн и дэ ган, да что ж такое-то? Господи, запретите оружие в этой странной стране Мне кажется, бы меня не подняли, конечно Начинающие грабить Так, вызвать О, нет Только не говори, что это Ноу, только не погоня Можно я просто буду в них стрелять? Афак Это желтая машинка Лишь бы не перепутать ее со всеми другими Стреляй! Стреляй, сукин сын! Попавел! Попавел! Это было такое себе А это было такое себе Понятно. Ну и ладно. Ау-ау-ау! Ты что делаешь? Дурашка! У меня есть лазь, потому что у меня есть бесконечная патрона. Но мужичка какая-то жалко. Вот что значит убиться об стену. При этих двухтысячных. Ранен? По-моему, он немножко убит. Ну так, самую малость. С другой стороны я ему руки обстреляла. Выживет. Неужто еще один подражатель? Ну, в первом деле обувь была 45-го размера, во втором явно меньше. 45-й все-таки не считается маленьким мужским размером, насколько я знаю. Хотя, по-моему, 41-й это норм размер для мужчины. Вот 35 было бы странновато. А 41 как бы норм. Что за манера, блин, раздевать женщин? Ну-ка, сейчас. Кассен закончится, иначе он начнет лагать. Если я сделаю альтап. М-м-м-м. Уже интереснее, кстати. Так. Ахо-ло-хм-хм. Слушай, а... Агару-чан выглядит шикарно. В этом... ...костюме. Господи, я б не устояла. Какая-то часть? А, это первый якудзу. Окей. Окей. Я подумаю. Ты... Ты практически... Замайтил меня. Чулки. Вот они. Да ладно, он клёвый. Гару-чан. Гару-били. Как это меня зовут? Это что такое? Это мусор. Наверное. Так. Ну, точно мусор. Так. Дай-ка ещё посмотрю. У нас есть кровавые следы. И сумка. А, это не сумка, лол. Это наш... ...футол ганатома. Ох, сильно же её там продаручили-то. Ну, в том плане, что... ...очень глубокий порез от чулок. Публичная библиотека. Антония Хилл. Дата рождения 07... 07... 21 год. Целую кровь. Чего? Черная орхидея. Ну, то есть, Блэк. Очень глубокие порезы. Да уж. Когда мужчина в следующий раз меня спросит, как пройти в библиотеку, я буду орать. Мне понравился этот маленький. Фонтенчик. Ну, это убийцы совершенно не похожи на другие. То есть, это опять же подражатели. Ну, как бы, порезы. Таких порезов раньше не было. То ли он смелеет и пытается... Ну, я не понимаю. Обычно они такой херни не страдают, маньяки. У них примерно один почерк на все убийства, потому что они воплощают свои желания. Иногда желание становится глубже, но... Полностью картину убийства они не должны менять, теоретически, не? И снова кольца нет. Вроде бы. Не вижу ни хера. Боже, в этой игре иногда управление просто убогое. Давай ты посмотришь... Не? Мы не будем... О, вот так. Так. Но они опять обкусаны ногти. Обломанные. Значит... Вообще, если учесть сколько... Продранных ногтей у жертв, то... Убийца должен выглядеть как когтеточка. Очень старая когтеточка. Весь такой в царапинках. Так, ну вроде все. А у первой не была задушена? У первой был пробит череп. Ну, не говоря уже Орхидеи. У третьей не было послания. У третьей был просто... Эээ... Господи, как это называют? След. Было только у первой и третьей. Ну, про Орхидею не знаю. У нее, по-моему, не было послания на теле. Точнее, не помню. Я помню это дело, но не помню подробностей. А мы и так знаем же. Не? Мы же уже расследовали Марку. Ты столько это, может, смотрели. Эээ, сигареты. Это вряд ли то, что нам нужно. Эээ. 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 Эээ шляпка. Да-да-да, мы посмотрели. Тут еще есть, на самом деле, следы. Эээ. 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 Мужчина. Здесь более нежные способы путешествовать. Туфля. Окрабленная. Так, может, мы ей платье и найдем? Сейчас. Было бы неплохо. А что там еще? А, стаканчик. Ну, стаканчик-то явно свидетельствует о смерти. Ну, по крайней мере, наши доблестные полицаи очень боятся стаканчиков. Так что, я полагаю, это опасное оружие. Эээ. 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 Ээээ. Ааааа, ключик. Пятый. Квартира. Это что? Два, пять, три. Кстати, это кубики. Ну, от дайсов. Явно. Сюсерочки. Ладно, я пока не могу представить, что это может быть. Я бы взяла это с собой, честно говоря. Вот эти вот следы крови для меня очень странные. Не может так... Ну, в смысле нет, конечно, теоретически и может, но... Это пиздец странно. Он её головой об стены бил по пути? А, вы, уберите. Ненавижу хлопей. Мальтан, да. Он пустит. Мы знаем теперь её фамилию. Так, а это у нас что? Да это, в принципе, видимо, очень дорогая пудра. Так-то. Девушка явно была не бедствовала. Ай, смотри-ка. Сколько в ней крови, блин. А что это звук? А, ну да. Я и хотела туда пойти. Это пиздец уполопонял. Потому что он явно старался, по-моему, выкачать у неё кровь и испачкать все, мать его, стены. М-м-м. Речка. С нами играют. Это серийный маньяк. Кстати, серийный маньяк не мешает ничего надеть что-нибудь побольше. А это краска? Нет, это кровь. Он вы... М-м-м. Вылил из неё кровь? Смотри, как-то, 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 как-то. Так, мы и так уже поняли. Стоп, я не поговорила с КА. Мне просто скинули обратно. Здесь одна маленькая вещь. Мне нужно поговорить с нашим каталоганатом. Он так-то... Вспомни, другую стране он. Вы же с ними не общались, насколько я помню. Я заблудился. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. А, вон там. Туда, наверное. Да, вон. Дружок мой. Ты мне нравишься, давай поговорим. А, всё. Ты не хочешь мне говорить, ты обиделся. Не обижайся. Ешь. Из дубра побуждений так-то. Чё ты так сразу начинаешь? Так, ну поехали в квартиру убитой. У нас нет никаких дополнительных дел. Нету. Давай. Давай! А! Не-не-не! Нет, я не правильно понял! Да ты туда едешь! Не я! Потом я будешь подрабатывать глупеньким водилой! Детектив Галлоуэй. Но не требует Д.А. Звучит музыка, пока он закрепит книжку? Да, если у него есть конфессия. И, ты знаешь, есть права, чтобы получить это. Я уверен. Не знаю, какой смысл в этих показаниях. То есть, мы выбьем показания, сядет невиновный, а убийца будет продолжать убивать. Муах! Персик! Логика. Так, а смысл в этом всём? Чтоб ты получал деньги на бухло? Угу. Окей, мне нужна пятая квартира. Какой приятный Уолс. Нет. Большие. А, ты хочешь, чтобы я с тобой пообщалась? Смелли! Не! Я не хочу с тобой общаться! Я ещё не смотрела дом! Ну, так обычно бывает, да? Сначала живая, а потом мёртвая. Это называется убийство. А, слава богам. Она была такой живой, а теперь она такая мёртвая. Ой, божечки. Так, верующий. Так, пятая дверь нам нужна. Опаньки! Разбитое окно. Железный путь. Но на нём нет следов крови, или я их не вижу. Любовь это вопрос, кстати. Не самая простая ковка. Ну, в плане это не просто отобранная труба. Какая-то оградка. Что-то Калифорния, да. Ну, давай, может, мы его откроем? Так, пансион Парсона. Уважённая Антония. В дополнение к моему письму от 7-го областа сообщаю, что ваше обращение в Верховный институт штата Калифорния принято и научно данное судебного заседания. Номер дела. Слушание по делу состоится 17-го сентября. Неизвестно, что ваш муж, Анхель Кристофер Мандельтадо, проживающий по адресу штата Калифорния, получил официальное уведомление о необходимости явиться в окружной суд. Развод, что ли? В обозначенный день. Хотя это не является обязательным условием, и многие женщины в вашей ситуации избегают этого. Насилие над ней. Я бы присутствовала... Так, посоветовала вам присутствовать на заседании. Моя практика показалась, что присутствие истинное рассмотрение подобных дел способствует влиять на охотное заседание. А если его муж не явится, что вашим словам вполне вероятно, это только увеличит наши шансы на успех. Так, у нас есть адрес мужа, и он явно был каким-то не таким. Что у нас с мужем? А, ты думаешь, что она его постоянно носила? Так, стоп, ну это уже не... Тут еще... Мишка... Ну, вроде бы... Все, а не сказать, что здесь дорого-богато. И что еще исследовать. Ну, разве что вылезти и посмотреть, откуда мог взяться кусок железяки. Ну, а ничего поблизости я, в принципе, особо не вижу. Ну, сдается мне, это откуда-то возле библиотеки. Ну, я могу поставить такое предположение. И я могу предположить, что чаром мы найдем у мужа. И мне кажется, кто-то просто рандомно подставляет людей. Что не очень здорово. Это не точно. Поехали. Так, возможно, подозреваемые. Поехали. Поехали. Не, маэм. Я не вижу... ффф... ...что бы... Ааа, спокойно. А она смотрит прямо. Она жутковатая. Прекорати на меня смотреть, я тебе верю. А я думала, что религия это даже плюсик в прошлом. В смысле? Правда, что ли? Вот тут я тебе не верю, а притвить мне тебе нечего. Сомнения. О, божечки. Хрена, блин. Ты за ней следила? Так, следы излома. Да, а что мы опять смотрим в разные стороны? У меня есть доказательства? Накрываем шву, как-то я не подойдет. Накрываем такого... Разбитое окно. Интересно, могу я это подъявить как показатель своего лжи? Но она не могла не знать, что окно в ее пансионе, блин, пробито. Не такая бабушка, которая знает, блин, в какие бары ходят ее постояльцы. Я не верю тебе. Разбитым окном. Я говорю. Суровый ракун. Прямо с железным прутом. Не хотела бы я встретить такого ракуна. Так, расстраивание брака. Че ты улыбаешься, бабуль? Бабуль, стоп. Фотография браслета. Я, конечно, не уверена, что она была на ней, на самом деле. Но в плане, у меня ничего не доказывает, что она вообще его носила с собой и не оставила у мужа, допустим. Но ее лицо явно доказывает, что она что-то скрывает про украшения, поэтому была не была. Поехали. Поехали. Я не видела этой коробочки. Поедем к бывшему мужу, наверное, сначала. Хотя, может, я не видела там деревянные шкатулки, честно говоря, о которой она говорит. Как меня пугают такие бабули, которые следят за тобой. Это, блин, пипец скрипово. Сначала мы начнем с квартиры, а потом поедем в бар. Ну, извиняюсь, там мы найдем парочку улик. Так, нам нужен Энджел. По-моему, звали Тони Анхель. Сначала мне надо отпишать за чаем. Продолжение следует... 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 а вот и рынок он что по ночам работает только говно но значит мы сейчас едем учатся получается очень ких особо следов нет дорогу копом так у меня не появилось никаких там дел сайдовых пупсиков никаких не надо убить в любом случае есть считаю что люди которые стреляют в копов и начинают стрелять своих подружек и засор и заслуживают тюрьмы или ворка на нем сюда ты не будешь теперь постоянно вози детка В смысле? Нет, женщина просто хочет выйти из его жизни Какие-то странные выводы Даунстерс А в каком именно даунстерсах? У нас есть даунстерс Клево Это первый раз, честно говоря Эвиденс Клево Что это? Что это? А давай А давай Я передала, ты меня обманешь Или Что это? Это сообщение из Селина Хенрии Вы не дадите мне Скупать Бедей Текст Главное, еще раз мне нормально Будь проклят, знайте, мне придет пора Один ты встретишь вражескую вечность Ну? 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 И злой любя Познаешь власть добра Поехали, ну? Изведаешь мучений и бесконечность Да будет Делай зло и жди Потом к азмездию приди Потом к азмездию приди Лишенный царского убранства Лишенный царского убранства Какая странно, ладно Что-то не сдается Они немножко Переврали стихотворение Ладно А потом укрывались печень А потом укрывались печень Ух ты уже догадываетесь, что это сложно Брейк На самом деле я еще зацепилась за ту записку с костями Но что-то они вообще не Не концентрировали на этом внимание Хотя если это был шифр То разгадать его было бы интересно Ну, что бы я Я люблю Я люблю разгадывать шифры Чего мы ждем? Пока я тут поболтаю С воображаемыми друзьями Это не от меня Толстяш Так Так Где у нас? Здесь Ага, вторая комната Окей Ух Прям так? Ага Ну-ка Глазки бегают Он мне поернет А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-ааа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А, например, женщина, которая следит за всеми в этом доме, говорит обратное. Уверен? Форд-купе? Что у тебя с разводом? Ты хоть сам в это веришь? О, нет! Ты слишком далеко, и ты лошадил. Я сказал, что я не будет принимать. Сейчас найду. Я не помню, правда, документы, но помню, кроме документов у меня нет ничего. Фотография, алиби мужа. Ну... Я понем... А это что? Пусти? Как жаль, что не я тебя избил до смерти. Я надеялся, что я сделал из нее ходячий, живой и отбивной мясом. Ну, кто-то украл мне добычу. Я сломал ее. Она украла. Она украла. Это правда. Какая штука ты наделаешь, Ангел? Пустика 8. Какая штука это мне? 41-й. Что с украшениями? Да мы его, по-моему, не нашли. Блин, ты что, вы лжёшь мне, что ли? У меня нет доказательств. Мне посомневаться. Он выглядит точно так же, когда лжёт. Но у меня нет никаких предъявлений. Он не лжёт. Но я могу сомневаться. Потому что мне нечего предъявлять. Лучше бы ты мне сомнений убрал. Честно говоря... ХЗ, по-моему... В этом плане он не врёт чисто логически. Не будем опираться на его лицо. Лису иногда лжёт. Ну это, кстати, правда. Уже два свидетеля об этом говорят. Что скажешь? Пора рубашку. Хуя себе там крови на полрукава. Нет, она была разбросана по-разному. Пиздёж. У меня нет доказательств, но это пиздёж. Пиздёж. Айнджел! Я не буду прожать больше времени на этом. Дай мне что-то, или я буду тебя заработать. Мой брат. Фиппо-лидер. Он сказал какие-то плохие вещи о Антонио. Ладно. Почему у вас нет ни одного синяков? Угу. Кто это? Ну чё-то я посомневаюсь, что они с братом друг друга избили вот до такой кровищи. Ну то есть если столько крови вылилось, то он брату должен как минимум был нос сломать. Причём так нихуёво сломать нос. Но брат его выглядел вполне себе целым. Ну, на мой непрофессиональный взгляд. Ну. Você можешь путать. Попробуем. 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 Честно, легко, но в плане, быть ясно, мы имеем дело не просто с убийцей. Так, товарищи, кто из вас пялился на жену? Кто из вас пялился на меня? А, слышу, тут один мужик всего. Лол. Ну, охренеть теперь. Да уж. Полно подозреваемых. Ну ладно, получается, я только могу с тобой поговорить так-то. Господи, да, я тоже начинаю вспоминать, что я видела лицо этого актера. У нее был приметный медальон, как я понимаю. Мне кажется, он похож... Блин, у зачарованных, у старшей сестры, ну или у средней, был муж. Ангел, типа. Он на него похож. А ты... Ну, я не смогу сказать, что ты лжешь, но я сомневаюсь в твоих словах, потому что ты слишком нервный. А что ты продал здесь после недвижимости, Клем? Ээээ... Ээээ... Но не много. Я продал сомневую бутылку на стороне после недвижимости. Но я не хочу идти в проблем, я просто пытаюсь сделать бутылку. Наш. А молодая девушка приедет около недвижимости? Да, что-то такое. Уважай телефон для кабин, а затем оставь. Это снова как-то странное пялище во все стороны. Но нет же. Да. Ты уже знаешь, мальдонадо, не ты, Клем? Да. Да. Я встретил ее前, так как-то, как-то, что-то красивая девушка. Ее сгинем-то, когда он с ней попался, он с ней провел. Она не возвращалась до недвижимости. А вот тут... ...вторых нет. А вот тут... ...как вонет. 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 спокойно сказал хотя нет у него немножко дрожит лицо с другой стороны странно улыбается но мне кажется я не верю что это был муж и не особо верю что это был он поэтому опаньки такой же давайте осмотримся например вот эти двери они открываются особенно с ноги неплохой такой у него запас бухла да куча очень свежих фруктов монтировка окровавлены что нож так но монтировка явно не имеет значения а не скальпи мы уже смотрели стоп это же та скатулка с наверно с тем браслетиком а у божечки там было по моему 2 222 было 2 последнее было 3 насколько я помню нет верни вот а центральные на самом деле не помню поэтому просто будем вертеть вот 5 и вот этот браслетик послание так повинутесь мужу потому что муж есть голова для 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 а я щас тошнит волноваться над своей голове и совести и здравому смыслу блять а не мужу охуенную и браслет подарил как я понимаю браслет означающий повинущая мне сучка с этого момента бля почему этим всегда кончается о нет о нет о божечки ну давай просто перестреляемся ну а где вообще знаешь доставай свой странный пистолет и стреляй блять я с удовольствием пожелать ей удачи если ты уже мог бы стрелять на самом деле ура я чуть не негра не задавила никто не хочет быть пойменным да ты чё просто стреляй это достаточное расстроение расстроение господи расстояние просто стреляй блин о божечки но тут ты такой себе к и стрелок да да полицейский давал клятву ну чтож они лезут по колесам деревянная коробка ну хотя бы мы ее нашли это все гадала где она и для чего это был код ты уверенны в чем был его материал почему никто не думает о мотиве почему они все подражали черные орхидеи почему эти и записки зачем было так далеко вести зачем было разрезать это столько вопросов которые надо допрашивать просто найти скальпель этого мало это скальпель могли подбросить честно говоря а шкатулку она могла дать ему сама и вообще почему они здесь многие улики мне очень странными кажется серьезно блестяще вау давно у меня не было блестяще в общем может быть не вообще никогда вау ну мы сейчас выйдем досмотрим как-то мне все эти дела очень кажется идиотскими но в том плане ничего не сходится в одной по уликам все идеально сходится но с другой стороны ничего не сходится по мотивам в биле только смерти ну сейчас мы досмотрим это и ее спать какая она странненькая че это ты так потел да какое очередное убийство блять мы только что убили трех невиновных людей возможно не давай заканчивать уже два часа так что спасибо отличных выходных сладких снов пока пока так что